Делимся размышлением Для наставления, ободрения и созидания друг друга во Христе Иисусе, Господе нашим и Спасителе нашим Для нашего наставления, ободрения и созидания в истине Хотелось бы сегодня предложить текст, записанный в первом послании апостола Павла Коринфянам в 13 главе с 1 стиха и по 13 стих Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла Не радуется не правде, а сорадуется истине Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал А как стал мужем, то оставил младенческое Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательное, тогда же лицом к лицу Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь Но любовь из них больше Кто-то сказал такие слова Божья любовь превосходит все человеческие представления или способы выражения чувств Это любовь к тем, кто абсолютно не заслуживает ее Любовь, исходящая от Бога, который сам есть любовь Эта любовь щедро изливается на людей Независимо от того, достойны они ее или нет Она свойство природы того, кто любит, а не того, на кого она изливается Мы прочитали вместе с вами текст, в котором апостол Павел говорит о важности и значимости любви Божьей для нашей повседневной жизни и служения, открывая для нас ее красоту и глубину Более того, в прочитанном тексте апостол Павел утверждает истину о том, что любовь Божья является основой всего И наличие ее в нашей жизни определяет правильность наших намерений и действий Если любовь Божья отсутствует в жизни человека, то все, что бы он ни делал, не может являться по определению истинным и теряет всякий смысл в глазах Господа, поскольку вне любви Божьей эгоизм, гордость и корыстолюбие Мы все знаем о том, что любовь Божья была для нас явлена, открыта и доступна в Сыне Божьем, о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, который умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками, дабы мы, веруя в Него, могли обрести дар спасения Более того, нам крайне важно помнить о том, что Божья любовь излила сердца верующих Духом Святым Любовь Божья, без которой жизнь невозможна, без которой невозможны правильные отношения Любовь Божья, которая является превыше всего, стала нашим достоянием только лишь во Христе Иисусе И теперь нам очень важно продолжать пребывать во Христе или же жить верой во имя Его для того, чтобы любовь Божья была действенна в каждом из нас, в тех или же иных обстоятельствах нашей жизни Сегодня нам крайне важно и необходимо помнить о том, что там, где мы не можем любить, может через нас любить Он Там, где мы не в силах любить, силен через нас любить Он Понимание этого должно побуждать нас не опускать рук там, где не получается у нас или же там, где не проявляют любовь к нам А наоборот, все это должно нас побуждать в своих жизненных обстоятельствах довериться нашему Господу Поскольку Он обладает совершенной любовью, о которой и возвещает апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам Очень яркой иллюстрацией важности и действенности любви Христа является история о служении одного из миссионеров Когда первый евангельский миссионер посетил Северную Америку, заселенную в то время еще краснокожими индейцами, он увидел страну, охваченную смутами и раздорами Сдирать кожу с головы врага считалось особенной доблестью у краснокожих Одним из их выдающихся героев был индеец по имени Маскепетон Когда миссионер говорил ему и другим главарям этих племен об Иисусе Христе, они слушали его со вниманием Но когда он сказал им, что они должны научиться жить в мире между собою и прощать своим врагам Они с презрением отвергли его учение и заявили, что оно годно лишь для старых людей Вот дословное выражение Маскепетона Я не приму христианство до тех пор, пока у моих врагов останется хоть один человеческий череп для скальпирования и хоть одна лошадь для похищения Но этот жестокий язычник в конце концов все-таки уверовал во Христа Он снова услышал евангельскую пробоведь на следующие слова Спасителя Отче, прости им, ибо не знает, что делают Целую ночь после этого не смыкал он своих глаз Все размышляя над этими словами и над тем, что добавил к ним миссионер Если ты желаешь, чтобы Господь простил тебя, то ты сам должен простить тому, кто сделал тебе особенно много зла Конечно же мы понимаем, что Бог прощает нам не потому, что мы прощаем других Но Бог нам простил наши грехи, потому что Христос умер за грехи наши И речь идет о том, что всякий человек, кто принимает прощение в Иисусе Христе Обретает способность и возможность от Господа прощать других людей И именно прощение других людей является свидетельством принятия Божьего прощения в Иисусе Христе Душа индейца, о которой мы рассказывали в истории, пробудилась В ней произошла внутренняя борьба, которая окончилась тем, что на следующее же утро Он пошел прямо к своему злейшему врагу, убившему его сына, и примирился с ним С тех пор он стал смиренным, любящим христианином Итак, мы видим, что любовь Христа к нам и наша любовь к Нему Дает нам возможность и способность идти путем Божьим Желаю всем вам продолжать жить любовью Христа Которой достаточно для нашей духовной жизни С любовью во Христе Иисусе, ко всем вам, аминь Субтитры создавал DimaTorzok